...построение ансамбля городского парка или сада с учетом композиционных принципов. Следовательно, изучение, сохранение, восстановление и развитие архитектурно-пространства решений существующих объектов садово-паркового строительства России в настоящее время является весьма интересной архитектурной задачей для реставраторов, для строителей и внешенеров в ландшафтном строительстве. Изучение накопленного опыта позволит избежать повторения решения архитектурных задач, которые были уже убежно решены в предшествующем историческом периоде развития. Кроме того, выполнение пробелов в знаниях об отечественной и лошадной архитектуре позволит избежать нарушения в естественном процессе превращения как теоретических знаний, так и практического опыта. С целью советский период с 1920 по 1991 год предметное архитектурно-пространственное решение объекта, географические – это административные границы города Казани на 1991 год, и типологические – это общественные городские сады и национальные специализированные городские парки. Первая глава исследования наслечена рассмотрением периодических предпосылок и исторических условий и общей мировой организации, повлиявших на развитие садов и создание первых парков культуры воздуха на территории Казани в начале 20-го века. Во второй главе с помощью методов рекоменструировочного обследования, моделирования, камеральной обработки, дисплеционного анализа собранного массива данных проанализировано архитектурно-пространственное развитие двух типов объектов в Моншафтной архитектуре за период исследования. Разведена периодизация архитектурно-пространственного развития садов и парков Казани на 4 этапах. В третьей главе исследования Городские сады и парки Казани представлены в архитектурно-историческом контексте советского периода развития. На основе результатов полученных в первой и второй главе исследования произведена систематизация объектов исследования в форме архитектурно-исторического спотов. Сформулированы основные закономерности и особенности архитектурно-пространственного развития объектов исследования и определенные причины их современного состояния. Наиболее значимые научные результаты, вносимые на защиту. Первое. В результате в общении мирового и российского опыта и формировании городских парков и садов было выделено влияния следующих конференций на их архитектурно-коснастное развитие. Системный подход, типологический подход, становление самостоятельной терминологии с diton для архитектуры, формирование системы нормирования и сномпров aquesta зация, дифференциация направлений в варшапную архитектурну, варшапной реконструкции и новое варшапное строительство. По данным материом, обследование городских садов и парков в Казани вспомулированы основные причины современного состояния. Таким образом, способствуют архитектурно-пространственные деградации, ошибки проектирования и строительства, и, как следствие, низкий уровень качества пространственной организации объекта исследования, потеря функциональной актуальности территории объекта исследования, прекращение работы строительства, содержание ремонта элементов архитектурно-думановочных решений, а также на отсутствие научных исследований и изысканий по проблеме выявления оценки методов сохранения и дальнейшего развития объектов архитектурного наследия советского периода. И выделены причины сохранения. Расположение объектов на периферии города Казани, качественно выстроенная главная композиционная ось, отсутствие альтернативных композиционных объектов, сохранение предстоятельной организации на прилегающей территории. В заключение хотелось бы сказать, что в ходе научного исследования на территории Казани выявлено 15 городских садов, 12 интернациональных и 2 специализированных парков, которые получили радость и в советском периоде. На основе приведенного анализа с архивных материалов отработанных данных на полном исследовании выявлено 4 объекта с относительно высокой степенью сохранности и обозначены основные причины их современного состояния. Таким образом, теоретическая и практическая значимость выполненного исследования заключается в том, что основные выводы и положения могут быть применены при обновлении металлической базы и в практической реализации, при консервации, воссоздании и реконструкции объектов наследия и ландшафтной архитектуры в городе Казани и, возможно, в других городах Российской Федерации, в перспективе дальнейшего совершенствования и развития. Уважаемый председатель, уважаемые члены Совета, такое проконченное благодарю за джунг. Спасибо. Пожалуйста, Ирина Юрьевна. Спасибо. Мария Павловна, вот у меня вопрос. Вы на весне в своей работе отмечаете, что у вас впервые разработана универсальная форма поспортов именно от архитектурно-исторических поспортов, которые вы исследовали. Какие вы подключили туда пункты обязательные? В чем суть вот этого повезли, вот этих поспортов? Что там необычно? Это необычно, что впервые как объект архитектурного наследия рассматривается сам ансамбль парка. В комплексе целиком не отдельное участие, допустим, там здание дворца культуры отдыха, или элементы монументальной архитектуры, пресендуют на историческую ценность памятника архитектуры. А в целом в процессе исследования мы пришли к выводу, что возможно претендовать на памятник архитектуры и охрану именно как памятник архитектуры ансамбль главной пропозиционной оси, состоящий из главного входа, главной рейд центральной площадки. То есть на четырех объектов, которые обладают относительно сотой степенью сохранности, именно вот этот ансамбль, он остался не тронутым. То есть как акцент композиции вы его смотрите, обязательно паспорт включают? Да, как предмет охраны. А паспорт, модель сама паспорта, то есть форма паспорта, она не аутентична, и она привязана к федеральному закону 73, но он, как сказать, более направлен именно на архитектуру создания и сооружений. И сохранение композиционного решения тоже. Да, сохранение композиционного решения. И, к сожалению, объекты лошадной архитектуры там упоминаются как второстепенные, так и скользь. Вот, и, ну, хотелось бы вообще посмотреть, насколько реально рассматривать объекты лошадной архитектуры в комплексе архитектурного решения. То есть мы должны, как дополнение к федеральному закону, предложить вот такую-то сработку? Ну, возможно. Да. Почему нет? Есть 10, 19 и 14 лет. 14 лет – это последний этап. Как можно судить? А там, где-то 10 лет. Здесь кредитизация происходила в большем градостроительном уровне, то есть какие-то события, которые способствовали или не способствовали развитию объекта лошадейца на архитектурном уровне. То есть основное... Кронология этапов, оно условно. Но основные события привязаны к границам этапа, когда образование ТССР, то есть смена идеологических тенденций, и развитие, так сказать, в этом русле новой идеологии. Второй этап – это победа в Великой Отечественной войне, потому что здесь произошли изменения в том смысле, что большинство городских садов, которые существовали до 1945 года, они были вырублены из-за недостатка жилых, то есть полутичное отопление, и они очень сильно пострадали. И вот смена тенденций в этом этапе направлена на восстановление отделения садов, и как раз в этот момент завозится клен американский, он быстрорастущий, поэтому мы сейчас столкнулись с проблемой, что он запланирует абсолютно все изменения в городах. То есть нам удалось восстановить изменения быстро, но при этом с последствием пока мы сихоньем справились. Дальше, в 56-м году, Аккубышевка, на хранилище, и очень сильно меняется облик города Казань, то есть развивается полгом, и переустраивается почти весь центр города. То есть, соответственно, это, опять же, на градостроительном уровне повлияло на появление порядка десятков новых парков, в том числе начала строительства Парка Победы. Это, опять же, идеологическая тенденция. В 60-х годах начинается масштабное строительство в каждом курсе Парка Победы. И последний, 76-й год, здесь начинается внедрение глиновидной диаметральной системы озеленения города, то есть, и тоже своего рода отпечаток наложен на дальнейшее развитие и формирование объектов в системе озеленения, то есть, исходя из своего генерального плана города в размещении вот этих вот парков. Я вот познакомилась с вашими интересными материалами мэркшопа по историческому парку сегодня, значит, и еще тут вы, с какими работами, и хочу вам задать такой вопрос. Вот смотри, период, вроде бы, этот был небольшой, когда формировались парки культуры и отдыха советского периода. Вы 22 объекта проанализировали. И, наверное, как бы, имея дело с живыми объектами, которые растут, наверное, возникает сложность, и вообще у каждого из них своя история, вы сделали паспортизацию, то есть, большую работу проделали. Но они будут развиваться и каким-то образом изменять уже, наверное, свою философию, там уже другое время, другие различения, другие все там, как бы, объекты могли бы там находиться. Есть ли среди этих парков такие, наиболее ярко характеризующие именно советский период, с наиболее полным, бывшим таким вот советским наполнением, которые вы бы хотели бы рекомендовать к музеификации? То есть, чтобы это были вот такие парки, чтобы люди пришли и увидели. Ага, а в советский период, они наиболее полно сохранены. И, в принципе, там, я думаю, можно выявлять предмет охраны и подтверждать историческую инфраструктуру. И потом у них будет собственная концепция поддерживания вот их вот этого, какой-то вот этой архитектурно-ландшафтной концепции. Ильдал, планируется главную арею, сохранив то, что сохранилось на сегодня, как-то законсервировать, обозначить как предмет охраны и сохранить со всеми их недоставками и достоинствами. То есть, вообще, как можно в процессе исследования изначально, мое личное мнение, опять же, изменяюсь, я исходилась с того, что в советском периоде будет все идеально. В процессе работы, у нас там были и ошибки, и были какие-то очень грубые допущения в процессе строительства и проектирования. Но, тем не менее, мы имеем архитектурное наследие, наше. И сейчас существует большой риск у тратки. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Алексей Витальевич Павел. Продолжение следует... Сейчас вопрос к компонентам модели. Если останавливаться только на схеме, то схема не включает в себя функциональные... Указы, Николай, Павел, перед вами. Простите. Какие-то функциональные элементы, которые здесь видны. Почему модель? Потому что это обобщение особенного материала по таким городам, как Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Сненовка, Харьков и по учебникам, к сожалению, не имеют... То есть... И все она состоит. Просто о чем это видит. Она состоит из помиловки. Она, например, меняется, у меняющего функциональные агронирования. И, собственно, это не четыре модели, а одна модель, а она динамическая. Министерство культуры может использовать паспорта объектов на вытяжение... Министерство культуры чего? Республики, федерации. Министерство культуры может использовать паспорта на рассмотрение наличия предмета охраны. В научно-инвеседовательской деятельности опять же, развитие модели может быть дополнено экономической составляющей, технической составляющей. Чем-то можно, кому вот это надо? Это перспектива дальнейших исследований и дальнейших исследований. Министерство культуры занимает среду исследований. Нет, я уже по научной работе. Я спрашиваю пока, кто и как использует. И для чего, что можно снять с этой работы? В Самаре, в Рязани? Практически, методику выявления и анализа объектов, фарг, садов. Она может быть использована и на скверах, и на губах. Методики это понятно. Работа с архивными материалами по системам осеннения народов и с паспортами. То есть можно теперь собрать такой же паспорт на любой сайт в этом году. Спасибо. Елена Владимировна, пожалуйста. Скажите, пожалуйста, вот вы сделали анализ технологии вот этих вот объектов в Центральной России, получается, и сделали для Казани. По времени вы не сравнивали, они везде совпадают, патологически, или есть специфика для Казани? Они не всегда совпадают с остальными городами, потому что есть периодизации, есть события, которые характерны исключительно для Казани. Я не могу судить о том, как оно повлияло на строительство Садово-парковое строительство Самары или Нижнего Новгорода и системы отзвенения города Казани. То есть, опять же, это характерно исключительно для Казани. Сложно судить, где она отгоняла, где она отставала. Но в исследовании упомянуто о том, что, в общем, от Москвы у нас вставали годы на три. То есть, вы положительно даете полетапное, насколько близко, насколько... Ну да, положительно. В принципе, для каких вот моделей... Замечания, пожалуйста. Некоторые ответы на несколько замечаний ведущей организации оппонентов по рассматриванному исследованию. Замечания Лекарева и Нина Афанасьева, ведущей организации, к вопросу о типологии объектов, ландшафтной архитектуры и классификации Садово-парков в советский период. Следует отмечить, что на подачи исследования не входит подробное изучение всего комплекса технологических критерий, так как систематизация объектов исследований в развитии на обслуживании, уже сформированный в советский период, в технологической базе. По критерию площади в исследовании отмечено, что этот параметр на практике не всегда является определяющим. Так, например, по ГОСТу 28-32-89, извинения, градус термин на этом время, парком может считаться территорией отнести гектар, однако среди 20-летних парков в Казани, как упоминалось ранее, только 3 или 4 занимают нормативную площадь. А самые маленькие парки, это парк СК-4, и парк клуба строителей в Казани занимает площадь всего 1,5 гектара. Тем не менее, их неуместно относить к городским садам, так как они являются новофункциональными объектами варшавской архитектуры. Из-за наличия их, помню, очень структур, два саркультуры именитировали, и клубы строительные. Следующее. В перспективе дальнейшего развития на основе изученного опыта варшавском строительстве в советский период, безусловно, являются актуальными на современном историческом этапе. Феноменальный в аспекте исторического опыта нашей страны является возможность наблюдать весь спектр процессов деградации объектов ландшафтной архитектуры в городах России и на первичном материале детально изучать все причинно-следственные связи возникновения и развития этих процессов. То есть проведенные исследования можно считать попытки ответить на вопрос в области его истории, что сохранять. А в перспективе дальнейших исследований мы сможем ответить на вопросы и декоративную аналогичную работу предупреждения морючих из ландшафтной архитектуры советского периода в других городах. Возвращение Сопрыкина и Наталья Сергеевна, а нет. Возможно, автору допущена некоторая больность и необоснованность в выводах отставания Казани и СССР в целом. Хотелось бы отметить следующее, что при анализе советского опыта по садово-парковому строительству были использованы различные источники об истории развития садово-парков в разных городах СССР. Результаты систематизации обобщения оболоченных данных с оконно-динамических моделей развития городской сад и городской парк. Возвращение Сопрыкина и СССР Возвращение Сопрыкина и СССР Воронина, наверное, Владимир Игровна. Замечания по ремнию архитектурных школ нового, нового, нового и старого очень интересны для меня лично. В процессе работы на исследовании спектр изученных источников и вопросов значительно шире, однако в определенных границах исследования от подобного освещения некоторых аспектов, изученных аспектов с какой-то реализации. Так, например, одной из самых интересных для меня экскурсий можно назвать отношение разных архитектурных школ к относительно новому в 2018 году, в 2018 году, декрету о сохранении дворцово-парковных ансамбля. Очень рад, который был широкий резонанс неоднозначное отношение к этому. Второе. Действительно, параметры всех элементов архитектуры, планировок и размещения компонентов в маршрутах определялись довольно широким образом критериями. Приоритетными критериями были безопасность, прочность, польза и высота. В аспекте дальнейшего исследования планируется более детальное рассмотрение влияния этих критерий, в том числе и их роль в современном маршрутном строительстве. Четвертое замечание. Ответ на четвертое замечание. Возможно, активно напущена некоторая угольность в использовании указанных терминов, но хотелось бы пояснить, что под темным стереотипом автором исследованиям занимается формирование некоторого устойчивого образа и определенного субъективного отношения в обществе в целом вновь к героям. Спасибо за Ваши замечания. Все будут учтены в дальнейшем научном исследовании. Спасибо. Пожалуйста, переходим на дискуссию, уважаемые коллеги. Пожалуйста, Ирина Милович. Уважаемые коллеги, вот вы прослушали сейчас защиту Марии Павловны Гришиной. И мне работа эта понравилась. Мы как раз с уважаемой Татьяной Яновной обсуждаем, как говорит, с первой этой работой. И действительно, когда было первое рассмотрение этой работы, у нас были то и другое свои вопросы. Каждый эксперт видит каждую работу несколько по другим углам. И нам было очень приятно увидеть, что все наши замечания учтены, и работа от этого только выиграла. То есть, картинок экспертов сработал тут на флаг, и работа только выиграла, предприлавляет проявляя его знания этого предмета. То есть, защита очень понравилась. Структура диссертации логична, иллюстративный материал очень понравился. К сожалению, что не видели монографию, которую указаны в списке публикаций. Может быть, что на Совете монографии, конечно, надо дать было бы интересно посмотреть. И научная новизна не вызвала сомнений. То есть, здесь то, что уделено внимание в ландшафтной архитектуре, объекты, в ландшафтной архитектуре, особенно в советских периодах, действительно, это практически то, что будет такая работа, это только плюс вот как раз в этой области. И понравилось, особенно мне компонируется, когда диссертант работает в архиве и знакомится с документами. И я в свое время очень много работ провела в архиве и в Нижнем Новгороде, и в Москве. Поэтому мне очень приятно, что человек занимался в архиве, работал с документами. Это огромная школа для любого научного работника, для будущей работы научной. Очень хороший практически вклад в этой работы тоже я увидела. и количество публикаций все соответствует. Я считаю, что Мария Павловна заслужена при суждении ученой степени предвидаток в архитектуре по названию специальности. И я буду голосовать за это. Спасибо, Елена Юрьевна. Пожалуйста, уважаемые коллеги, желающие выступить. Ирина Юрьевна, Ирина Юрьевна, Конечно, работа очень интересная, тем более, что советский период сейчас у нас пребывает в запущенном состоянии с точки зрения науки. тут уж ничего не скажешь. Ну, и я вижу довольно такое скрупулезное отношение в общем-то к обследованиям работ. Но, конечно, вот в советском периоде я бы предпочла, чтобы правильно было замечание одно. Не только по литературе, а вот вот эти все газеты и так далее, они дают иногда более верную картину. Но явно, что наш диссертант смотрит глубоко и даже когда я смотрела по отеле вот этой линеи, наверное, действительно смогла назвать вот этот временной отрезок, это чрезвычайно важно. И кто-то вот отмечал тоже из отзывов, что это очень важно. То есть в рамках кандидатской диссертации я считаю, что работу, конечно, выполнена и достойна. На самом деле актуальность этой темы, конечно, связана не только с сохранением садов советского парка советского периода, но для ситуации, когда все сады, скверы, парки с хорошим благоустройством, скульптурами, фонтанами, располагались в лучшей верхней части города, а там, где проживало вокально-татарское население, там не было совершенно, согласно генеральным планам 19 века, ни одного парка, сквера, общественность нашим, любого, все располагалось только на частных территориях, внутри квартала, в личных усадинах хозяйства. Поэтому этот перекос, он не был исправлен и советский период. И советский период опять продолжали развиваться те садо-парковые территории, которые находились в таких пестижных частях города. И в настоящее время ситуация доказала, что как будто бы в окон не только в отношении деградированных советских территорий, не только в отношении то интервенции, которые происходят с этими территориями, когда садо-эмитаж застроился, значит, вы разведите участки под застроенным территории парка-эмитаж и частично застроен парк Эмитаж. Но и происходило и происходит ситуация, когда возникают новые парки и сады, и они не дотягивают по уровню значимости этих общественных территорий до города, то есть значимости, которые имелось в советских периодах. В частности, парк Тащенития в центре города сделанный, совершенно пустой используется жителями. Очень сравнят ситуации. Сто скверов Казани, которые в Казгосу прохожили до города и программа это выполняется, это маленькие такие озелененные территории, они работают как положено. А вот концепция современного парка, современного постсоветского периода именно, она как бы отсутствует. Вероятно, вот та идеологическая начинка, которая в советское время существовала, она очень важную роль выполняла дидактическую, культурную, рекреационную. А сегодня почему-то эти вещи не работают. Хотя как будто сегодня можно было использовать и садопарковую скульптуру, садопарковую архитектуру, но это уже настоящая древняя предварительная какого-другого тряса сцене. Поэтому вот как бы заостренность внимания на этой тематике она показывает, что сегодня надо очень серьезно заниматься этими вопросами. поэтому я думаю оплались выше, чем прописано в этой работе. И то, что сделано диссертантом, представляет значительный интерес с точки зрения выхода на современную технологию Стадорф и Парка Казань, Арстан, поскольку условно наш город заслуживает более среднего отношения к этому вопросу. Потому что вполне диссертант заслуживает присвоение геринга соответствующей срок исследования. Спасибо, Герина Гикадемьевна. Пожалуйста, только Владимир. Мне хочется сказать, что вот эта работа она является началом большого исследования, которое очевидно молодые ученые продолжат в протяжении всей своей жизни. Потому что действительно 20-й век требует более внимательного изучения, чем мы имеем в последний день. То есть мы больше изучаем все-таки 18-й, 19-й век, а 20-й еще, как говорится, не всегда выгодят. Но уже памятник у архитектуры и... не всегда чернояр не только не ни 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 Продолжение следует...